друзья всем привет с вами страйкс и у нас за ландарк мы продолжаем мы сидим в амбаре у нас в принципе день только начался пойдемте завалим оленя так где у нас выход где выход покинуть амбар я вообще жду медведя но медведь четко мне пришел на стрелку он испугался мы нашли патроны в прошлой серии мы нашли один свитер который надо починить минус 12 волчара он там бегает где-то есть олень а вот медведь не пришел а вон он волчара здесь бегать машу волк вольнуть вольнем мы его с такого расстояния боюсь промажу а он еще по-моему да он еще два штука но они где-то на этом холме китая вот этом поле то обычно и тусуется на самом-то деле так ну что за оленем нам любом случае надо еще три оленя еще целых три потому что нам нужны и штаны которые я никогда не крафтил и помимо штанов нам нужно сапоги из оленя поэтому олень то надо пристрелить ну чё медведь вообще не хочет на к нам идти что я не пойму блин когда он не нужен он всегда идет он кстати волк так пойдем наверно за оленем все как нибудь с фланга отойду кстати пойдем посмотрим здесь что здесь может тут чинаем у нас кстати перегруз если я не ошибаюсь да сейчас вернемся и выкинем воду потому что она нам сейчас не питьевая не нужно вон 2 2 целых два волчары это плохо они еще и воют там вообще что ли обнаглели то что он сюда идет это вообще печаль беда хорошо давай мы сейчас здесь скинемся это будет такая перри перевалочная пересылочная база если что вдруг я думаю вот здесь прям кинем чтобы видно было потому здесь все таки солнышко так все скидываю бросаю все не кипяченое банка вот это испортится интересно если я здесь выкину но я ее выкину что-то мне кажется я ее жрать не буду так дальше что свитерочек вот это надо его переделывать но он 050 весит сейчас он мне не понадобится я его выкину потому что нам еще мясо тащить то же самое давайте что еще у нас тут кстати я набрал сломанная стрела выброшу ее отсюда нахрен фонарь не заправленный я думаю здесь даже оставлю потому что он плохого качества тем больше его с собой вот таскаю кто бы знал так это все пусть со мной будет и бревно 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 хотя бревно надо сейчас топить и разделывать да и у нас голод я думаю что там и поедим как раз оленя винтовка с собой погнали надо охотиться нужен олень потому что у нас закончился олень кстати это не так из-за шкуры как из-за мяса на самом-то деле послушали вроде никого у нас еще 12 часов в принципе все позволяет чтобы сделать нормально это дело 10 часов у нас есть ой точнее действия минус 10 12 часов есть минус 10 хорошей погоды если костер растопить вообще норм по моему за он тем мостом как раз хижины находится а давай-ка мы попроверим их так давай аккуратненько сейчас чтобы войны блин хочется прям сразу с одного патрона потому что я на патроны жадный так нам принципе в нашу сторону идет чтобы не ускакал так перезаряжаем это важно тихо 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 чуток мерзнешь так ну давай делай свое дело чтобы все горело знаете что надо сделать вы уже догадались подсказывать не буду надо сделать труд потому что рогозу тратить как труд можно но не нужно у нас есть ветки которые мы можем профессионально их сломать давай-ка мы воспользуемся трудом ну давай красотой моя машуля я думаю так мы ее теперь будем называть сейчас наша машуля машка разожгет нам камон фаер камон фаер ну давай 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 сейчас поедим о видишь как уже в животе журчит значит надо поесть чтобы не журчало так добавляем сразу полена час тридцать конечно это мало я бы даже сказал очень мало что-то я думаю что полена больше будет гореть потому что скорее всего у нас час сорок тридцать тридцать минут ой 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 а мы не особо-то и отогреваемся да это мы мясо заберем ножом конечно же да мясо лучше ножом колупать пока не замерзла если замерзла лучше всего ножовка пилить так чё где а кто кто где никто не хочет моего оленя я хочу оленя сейчас поедим и тут выкинем а то оно у нас уже протухает родной наш давай кушаем никто не придет застрелю если что прям сразу же сколько будешь гореть 40 минут отлично кишки забираю хотя нахрен потом заберу мясо априори 40 успею да я не замерзну подожди стой как у нас ну нормально сейчас поближе к костру прям подойду кстати близко к костру нельзя подходить можно обжечься очень даже нехило давай 4 килограмма посмотрим по погоде там о плюс 7 но это просто костер чуть не нажал сырое сожрать ты представляешь сейчас бы наелся бы и точно бы паразиты были так но мясо тухнет мы сейчас пока скинем его сюда туманчик такой небольшой подкинуть я к сожалению ничего уже не смогу но 16 минут 10 минут и 6 минут и на морозе в принципе я отогреваюсь пока костер потух он еще какое-то время держит тепло давай мы 10 минут еще сейчас кишечки поразил а вот теперь я уже мерзну и кишечки да разберу кстати странно пишет пишет время до ночи не не дня осталось сколько-то часов а именно до ночи интересно да сейчас пойдем быстренько там приготовим все это дело кстати у нас дрофта по моему и нет радостный такой иду хотя знаете можно в принципе и домой пойти медведя мы тут не нашли зато оленя убили а пойдем ка мы домой знаете друзья что то я как то дом то все к лучше да там и кровать нормальная хорошая там правда через речку перебраться а там волки могут быть волки могут быть везде в туман идем да погода здесь вообще динамично меняется там буквально каждая ну не полчаса но каждый час точно меняется погода то есть один час с такая погода через час уже другая погода вот в такой туман что опасно можно не увидеть никакой дичь это волк там бегает или заяц по моему заяц как-то медленно прыгает хорошо а это костер это наш костер помните когда мы оленя завалили мы здесь жгли костер да это наш костер это наш первый олень а я уже думал заяц прыгает это у меня в глазах в глазах значит уже прыгает эээн когда в тлд играешь здесь прям каждый пиксель он прям въедается такой где кто находится так и смотришь по горизонту ну в принципе более менее минус 1 вообще отлично у нас 8 часов 8 часов дня еще давай в этот сарай зайдем я там не был У нас перегруз, но мы тащим. Домой придем, свитер починим, мясо пожарим и посмотрим, свитер сравним. Единственное, у нас мясо нас с волки чует, поэтому надо быстренько идти. Можно даже какими-то короткими перебежками, пока погода не ухудшилась. Такой дебильный склон, я как не люблю склоны, это пипец. Никогда не знаешь, что тебя ждет за ним. Так, я вижу уже замерзшие сады, это наша усадьба. Шаги. Внимание, шаги. Вот с какой стороны, не скажу. Не особо-то я раз это... Расслышал. Но они были. Можно рогозу, кстати, сорвать вот здесь. И веток набрать, вот еще что. Вот веток мы, пожалуй, наберем. Пока мы недалеко, бегать могу-могу. Рубить нам нечем. Здесь, в принципе, за ветками можно ходить смело. Здесь их полно, более чем. Мы сейчас, по идее, должны к зайцам выйти, да? К своим. Где мы зайцев селки ставили? А, мы чуть дальше ставили, да? Давай проверим. Почему бы нет? Ну, у себя на плантации. Что хотим, то и делаем, правильно? Зайцы, зайцы, вы где? А, они вон там еще дальше целы. Это не тут. Это вон аж там. Так, я вижу пустой, пустой. И наверху пустой. Да, переставлять будем. Скорее всего, будем переставлять. Я вот думаю, сейчас мы мясо все не будем жарить сразу, потому что, ну... Хотя, 8 часов, я думаю, может и пожарим даже сразу. Да, я думаю, все пожарим сразу. Просто я хотел, думаю, может оставить его в машине. Хотя там мало, я думаю, да, сразу надо жарить. Все, дома называется. Домой. Приход домой. Надеюсь, серия пишется, и все у нас хорошо. Фермерский дом. На самом деле, усадьба, так как было обновление, естественно, соскочило, по-моему, у нас перевод из мастерской. Давай вот это вот химическое бревно попробуем. Заодно посмотрим, насколько он. 72, 66. Блин, как же медленно медведь-то, а? Так, у нас готов олень. Давай-ка мы его вот сюда, чтобы не пропустить. Сейчас, что мы сделаем? Вот это выкинем. Вот это выкинем. Тем не менее, у нас еще один олень. Можно, кстати, сразу же делать не сапоги, а сразу штаны попробовать сделать. Ну, потому что я штаны еще ни разу не крафтил. Они, наверное, профитнее будут, чем сапоги. Так, давай, наверное, разжигаемся. Труд есть, зажигалка есть. Ну и прутиком разжигаем, соответственно, хворостом. Не, ну тут относительно все близко. В принципе, по локации можно туда-сюда гулять. Там тоже можно жить. Но мне усадьба больше нравится, потому что, ну, она реально самый крутой дом вообще в Заландарк. Самый красивый. Самый большой, самый красивый, самый уютный. Я бы обрадовался, на самом деле, если бы еще сделали какой-нибудь такой реально приличный дом, чтобы можно было... Ты смотри, у нас девчонка прямо с первого раза практически разжигать. Насколько? Два часа, да? Так, прутики мы сейчас выкинем, потому что у нас тут перебор по ним. 12 штук. Нам они не нужны. Так, давай жарить прям сразу же. Я думаю, может, еще полено подкинуть, потому что нам мало будет. Так, ну и понеслась. Потому что это тоже надо делать, это тоже надо заготавливаться. И у нас будет, в принципе, смело неделя, наверное, закрыта по еде. Мы сможем спокойно жить и ни в чем себе по еде не отказывать. Ну и заодно шкуру. Я думаю, что сейчас у нас одна подсушилась, скоро будет вторая. Нет, наверное, сначала сделаем себе сапоги все-таки. Потому что... Ну это важно. Так, наверное, тут надо было выкинуть. У нас за это время тухнет, наверное, нет? Жарко здесь. Хотя, не знаю, попахивающее. Ну нормально, мы ее приготовим все равно на 100%. Один патрон, один труп, олень убили. Нормально все. Медведя не было, вот жалко. Я на самом деле думал прям порадовать вас. Да и себя порадовать. Думаю, сейчас медведя застрелим так хорошенько. Скорее всего придется его где-то еще мониторить. То есть его надо сначала увидеть и узнать, где он территориально тусуется. Потому что, ну надо его найти сначала. А потом уже искать убежище какое-то. Я думаю, что в следующей серии, наверное, посмотрим, как у нас тут все по параметрам, там, по готовке, по всем делам. Может, наверное, так, наверное, все. Сейчас я что, голодный, да? Как у нас тут? Хорошо, да, все? Я думаю, что надо съесть вот это. Хотя, знаете, можно медведя съесть пойти, а это выкинуть. Так, что у нас тут? 25 минут, давайте мы... Стой. Где-то у нас тут вода была не кипяченая или не было. А, я там оставил, да, не кипяченая? Это у нас кипяченая, если я не ошибаюсь. Давайте воду покипятим. Так, ну два вряд ли. Давай пол-литра. Еще давай. Чтобы у нас не кипяченая была. В принципе, мы за вот эти два бревна, одно химическое, одно просто бревна. Мы смогли литр воды на этот самый растопитель, да? Точнее, ну, чтобы литр воды был, да? Оставим его здесь. Будем кипятить, когда у нас нечем будет заняться нам, да? Будет здесь лежать. Это у нас кипяченая вода. Двой кишок. Много веток. Одно высохло. Сейчас, я думаю, его надо будет... Ну, может, не сейчас, может, когда вот это высохнет. Там здесь у нас 4%, а здесь 7,6. Оттащим его в этом... Как его? В мастерскую нашу внизу. Там она будет лежать. Кстати, у нас по поленам-то не так уж много на самом-то деле. Так, это что такое? А, это головешка. Что он тут валяется? Кто мне скажет? Головешка. И здесь лежит. У нас, в принципе, всего лишь 4 бревна осталось, да? Но у нас здесь наружек полно. Надо будет еще что-то поломать. Пойдем, ладно, чтобы у нас время не проходило зря. Сейчас мы пока пить не будем, потом попьем. После еды. Пить лучше после еды, если кто не в курсе. Потому что еда убирает полоску питья. Лучше пить после еды. Так, что у нас тут? Метель метит? Нет? Нормально все. 12 градусов здесь. Чавкает губежки. Ой, ребята, сейчас такой вообще звук был, что я же прям думал, все, медведь за спиной. Что-то прям как-то вообще стремно. 97, да. Все правильно. У нас всего лишь тратится по проценту в день. О, смотри, сколько еды. Так, давай самую плохую берем. А у нас нормально. 98, 97. Вот сейчас сожрем. Чтобы у нас хорошие проценты оставались, а плохие мы ели. Прямо на морозе медведей сожру. Так, это что у нас такое? А, у нас сушняк. Ну нормально, я медведям в принципе наелся. Я думаю, что... Нет, звук реально стремный. Вот прям что не говорить, а звук стремный. Зайду-ка я, дверь закрою и вторую. Все, мы медведям в принципе наелись более чем. Нам этого хватит до ночи. Мы сейчас пьем. У нас все показатели прям на отлично. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. И до новых встреч, ребят. До новых серий. Пока-пока.